Кто любит еду на свежем воздухе в Казани, переходите по ссылке. А сейчас анекдоты. Любтико! Почему ты сбежал из ЗАГСа от невесты? Она пришла с орденом матки-руиня. Любтико! Упрощаюсь к создателям игры Танки Онлайн. Пора начинать выдавать квартиры военнослужащим. А то сын на воне пропадает, а жить в его семье негде. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вовочка говорит, а мне папа обещал, что если я покончу четверть без троек, он пить просит. Мать спрашивает, ну и что? Та вон бегает радостный, у меня тройка по химии. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот тут поспожил сам собой, что курить брошу. Ну и что? Что-что, на пиво попал. Начальник станции подходит пассажиру, одиноко стоящему на перроне и говорит ему, вы напрасно теряете время. Электричка, которая проходит 8.40, здесь больше не устанавливается. Пассажир спрашивает, как изменилось расписание? Начальник станции говорит, нет просто я дал машинисту 100 баксов займы. Когда дело доходит до драки, то в подсматривание из-за угла мне нет равных. Однажды учительница мне поставила двойку. Почему? Потому что в сочинении на тему, как я провел лето, я написал спасибо, хорошо. Улюбочка. Посетитель ресторана, который съел, если крабовый салатов, вышел из-за стола боком. Как установлено учеными, холодание помогает не только поправлять здоровье, но даже платить за ипотеку. Да, русские бабы вечно всех жалеют. Ага, даже бытовую технику. Моя бабушка перед тем, как положить ее в стиральную машину, сначала стирала ее вручную. А пол, прежде чем пылесосить, подметала веником. Хотите похудеть? Легко. Сделайте переустановку на кухне, повернув дверь холодильника лицом к стенке. Из протокола гражданка Петрова вела себя буйно, шумела, мешала другим отдыхать в отрезвителе. Олимпочка. Ваш случай, батенька, обогатит медицину. А мне, доктор, говорили, что вы назначаете умеленную цену. Олимпочка. Я по прозе смужественности. Прямо сейчас я смело смотрю смерть в глаза. Петруха задолбал. Хватит палиться в розетку. Тяни давай. Если вы перейдете по ссылке в описании этого видеоролика, вы можете послушать в непрерывном режиме все анекдоты. Но если вы слушаете это в социальных сетях, вам сначала надо будет кликать на значок ютуба на экране, который появляется при наведении курсора.